Я выхожу, выхожу с этого ракурса. Блять, что за провод, еб твою мать. Здравствуйте, ребятки, здравствуйте. Королёва.ру Андрюха в эфире. Февраль месяц, год 2022. Гениально сейчас было придумано, вообще, конечно же. Мне надо немножко отдышаться, потому что только что я пришёл с почты и принёс кучку прессы с Наташей Королёвой. Огромнейшее спасибо Дмитрию из Москвы, который нам отдал, продал, передал журналы с Наташей Королёвой. Абсолютно разные издания, разные года. Есть раритетные журналы. Что-то из этих журналов пойдёт, естественно, в Королёва шоп. Напоминаю, что на официальном сайте Наташи Королёвой есть интернет-магазин под названием Королёва шоп, в котором вы можете приобрести редкие издания Наташи, старые редкие диски. Извините, слюни потекли, быстро говорю просто. Старые диски, в общем-то, все те коллекционеры, которые что-то где-то с Наташей ищут, в общем-то, что-то вы можете приобрести именно там. Так, ну я хочу начать, наверное, вот у меня как бы тут, я так понимаю, вот эти вот развернутые, это просто статьи с Наташей. Они не пойдут на продажу, они просто пойдут в архив. Да, кстати, касаемо Архипа, из-за хороших высоких рейтингов проекта «Две звезды, отцы и дети» продолжаются съёмки новых выпусков этого проекта, в котором участвуют Наташа Королёва и Архип Глушко. Наташа мать, Архип сын, отцы и дети, хуё моё, все поняли, да? Не пропустите каждое воскресенье в вечернее время шоу «Две звезды» на первом канале «Отцы и дети, come on everybody». Так, ну это фоточка у нас 2012 год, это Наташа и Сергей Глушко на фоне кремлёвской стены. Такая интересная редкая фоточка. Это год 2013, по-моему, в Венеции. Наши любимые. 2013 год Наташа и Серёжа в Италии, эксклюзивная статья из Италии. Год 2016, вот такая вот фоточка симпатичная Наташи Королёвой, статья, эксклюзивные фотографии, журнал «Семь дней». Именно предоставил Дмитрий. Год 2006 журнал, вот такая статья была о съёмках новогодних огоньков, и вот такая вот симпатичная фотография Наташи Королёвой, которая на льду с хоккеистами юными пела песню. «Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг, я твой друг, это и мой друг, тролли-ва-ли-ля». Также у нас есть в наличии, появился, скорее всего, он пойдёт в продажу, журнал «Семь дней», эксклюзивный старый журнальчик. Ну, он уже старый, а что вы хотели? Почему-то журнал «Семь дней» никогда не пишет год, блядь. 2002 год, журнал «Семь дней» с Наташей Королёвой, Серёжей Галушко, ну, я маленький юный, архивка. Этот журнал будет продаваться в нашем Королёво-шопе. Также у нас появился журнал «Атмосфера» с Наташей Королёвой на обложке. Такая симпатичная, необычная Наташа в образе Ларисы Гузеевой из фильма «Жестокий роман». С октября 2007 года, журнал «Атмосфера». Скорее всего, он пойдёт на продажу, я его отложу на продажу. Мне вот во всей этой пачке больше всего кажется ценным журнал «Лица». У меня никогда не было его в наличии. Дмитрию, Димке огромное, Дмитрию Байбара. Огромное спасибо за этот журнал. Старое издание, 98-й год. Никогда у меня его не было в наличии, в том плане, что вот в полноценном виде в наличии мне его не было никогда. Сама статья у меня уже, конечно, была. Она не такая уж прям редкая статья эта. Вот. Вот такой вот красивый журнальчик появился в нашей коллекции. Дмитрию огромное спасибо. Год 98-й, август месяц. 2007-й год. Вот. Королёву шопе можно будет его приобрести. Также в наличии в Королёву шопе будет ещё продаваться такое издание. Это октябрь 2020 года. Караван истории. В принципе, свежий номер. Ну, может быть, кому-то что-то надо. Вот. С Наташей. Вот такой вот тоже будет на продажу. У нас, по-моему, будет выставлен в Королёву шопе. Я их сразу отложу на продажу. Журнал «Твоя диета» также у нас в Королёву шопе присутствует на продажу. Можете его приобрести. Год 2012-й. Вот такой вот журнал «Отдохни» с Наташей на обложке. На концертах я буду дарить зрителям золотые кулоны с бриллиантами. Это издание «МК Бульвар». Издание «МК Бульвар» 2006 год. Промо-компания концертов Наташи Королёвой в театре «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой. Помните, 10 дней были осенью 2006 года. Было 10 концертов Наташи вот в театре «Золотое кольцо». Также у нас появился журнальчик 2000-2000-го года под названием «Семейный доктор» с Наташей на обложке. Вот такое издание. Я считаю, это уже редкое издание. Уже прошло 20, сука, нахуй, 22 года. Журнал «МК Бульвар» 2007 года. Напоминаю, что 2006-2007 год. Это Наташа сотрудничала с ювелирной компанией «Кристалл мечты». Также благодаря «Кристаллу мечты» вышел альбом «Рай там, где ты». Вышел официальный DVD-диск первой Наташи Королёвой, который назывался «С любовью». Там было, по-моему, 9 клипов или 8 клипов, что-то такое. Не так много, но суть не в этом. Суть в том, что это вышло. Также благодаря «Кристаллу мечты» появилась в репертуаре Наташи Королёвой песня одноименная под названием «Кристалл мечты» и «Дари любя», «Я для тебя, я за тебя». Автор этой песни, на удивление, Игорь Юрьевич Николаев. Такие журналы я не очень люблю, потому что это желтушная пресса. Я даже их не открываю, не читаю тебе билиберду. Также у нас в коллекции появился журнал «Отдохни». Журнал «Отдохни», год выхода 2012. Такая красота. Декабрь 2005-го. Это журнал «Только звезды». А, суперзвезды с Наташей Королёвой на обложке Серёжей. Такой красивый журнальчик. Журнал «Хэллоу» на обложке Наташа и Серёжа. Внутри эксклюзивная фотосессия с нашими любимыми артистами. Всё очень интересно. Вот такой вот журнал «Хэллоу». Весь не буду показывать. 2006-й год. Журнал «Между нами и женщинами» с Наташей на обложке появился в коллекции. Журнал «Отдохни», год 2011. Наташа и Серёжа на обложке. Красивый материал. Красивая фотография со съёмок видеоклипа «Не отпускай меня из своих рук». 2009-й. Здесь очень интересная фотосессия. Не буду показывать. Как бы лень просто её находить, листать. В общем, журнальчик такой. Стархит. Очень интересный журнал. Может быть, скорее всего, он тоже пойдёт на продажу. В ужасном состоянии журнал «ТВ-7». На продажу он, конечно же, не пойдёт. Оставлю в коллекции. Он у меня, в принципе, есть в наличии в архиве моём. Но тут он полноценный. Немножечко обложка такая, немножко помята. Не знаю, что Дмитрий делал с обложкой. Но так вот получилось, короче. Но интересное издание. Давайте посмотрим вообще, что внутри. Вот. Это журнал «ТВ-7» 2004 год. Журнал 2007 года. Худеем правильно? Понятно, про что журнал. Там эксклюзивное интервью с Наташей. Советы для худеющих женщин. Для женщин, которые к лету хотят немножечко привести форму своей красивой сексуальной тела. Также у нас в коллекции появился журнал 2016 года с Наташей на обложке. Журнал «Hello». Красивая фотосессия. Насколько знаю, Вадим Демьяненко снимал. Образ от Вадима Андреева, которого я очень люблю. Образы шикарно всегда работают с Наташей. Так как красит он Наташу, не красит ни один. Был, был один стилист известный. Но это 90-е. Это, естественно, Александр Шевчук. А после него, в общем-то, Вадик Андреев, мне кажется, намного лучше делает Наташу. Год 2012. Журнал «Антенна». Мама Люда и Наташа Королева на обложке. Это период проекта «Время обедать» на первом канале, если помните, был такой проект. Материал есть у меня в коллекции. Но вот сейчас что-то я решил собрать именно полноценный журнал без всяких вырезаний. Короче. Что-то, наверное, пойдет в Королеву шопе. Поэтому наблюдайте за обновлениями на нашем сайте, официальном Королева.ру. И в интернет-разделе Королева шоп. Также у нас в наличии 2013 год журнал «Антенна». Год 2011 у нас появился. Вот такой вот красавец. Такая вот статья. Я так понимаю, тоже «Желтая пресса». 2011 год. Такая вот статья про Наташу и Сережу. Журнал чисто по-женски. МК «Бульвар». Год 2005. Наташа и Сережа на обложке. Такая красота. Не будет продаваться. Она, может быть, и будет. Не знаю. Журнал 2009 года. Журнал «Антенна». Вот такой красавчик. С Наташей на обложке. Год 2000. Абгуст 2016 года. Такая красотища. Это где-то год 2007-2008, по-моему. С Наташей на обложке. Красивая Наташа. Это где-то год 2012-2013. Где-то там. 2017 год. Журнал «Теленеделя» у нас появился. Тоже будет в продаже. Он, по-моему, даже есть там один экземпляр в продаже. Точно не помню. Также напоминаю, что в Королеву шопе продается журнал «Семь дней» с Наташей и Архипом на обложке. Цены приемлемые, потому что у нас их много, этих журналов. Но это то, что не будет продаваться. Это «Желтая газета» с Наташей на обложке, чисто для архива. Симпатичные фоточки с Наташей здесь. Газета «Мегаполис» с Наташей Королевой. Если помните, была такая газета. Это «Комсомолка» год 2001. Про беременность. А нет, это не про беременность. Это еще как бы, да, про съемки видеоклипа Игоря Николаева «Золотое время». Фоточка из этого видеоклипа. Ну, «Голая попа» Наташи Королевой из клипа «Девишник». Это «Экспресс-газета», как всегда, «Слухи, сплетни, скандалы». Год 2000. «Мегаполис» еще один у меня такой вот вариантик есть. Да, это как раз вот этот вот номер, где скандальная статья якобы Диана Гурцкая разбила семейную пару Николаев-Королева. Такая вот желтая статья. 1006. Такая вот интересная, красивая Наташа в балетной пачке. Статья такая там, по-моему, статья не очень интересная. Ну, как бы, само издание уже считается редким. Наташа Королева ждет мальчика. Появились первые слухи о том, что Наташа Королева беременна. Значит, 20 января, год 2007. Королева стала стриптизершей. Вот такое вот у нас издание «Комсомолочки». Наташа на обложке. «Я рада, что жена Николаева родит ему ребенка». Как всегда, яркие скандальные заголовки, а статьи, как всегда, ни о чем. Вот 2008. «Комсомолка» появилась у нас издание. 2008 год. «Королева беременна». Это когда пошли слухи о том, что Наташа снова беременна. Тарзана ждут второго ребенка. Вся эта ботва началась. Короче, слухи и сплетни. Вот, в общем-то, и все, ребятки. Касаемо новостей Наташи. В скором будущем нам обещают новую песню от Наташи. Сольная будет песня. Не обладаю никакой информацией. Также я наслышан, что нам обещают клип, видеоклип обещают. Так что ждем. Впереди концерты. Осенью нам обещают возобновить, наконец, долгожданный тур по Германии Наташи Королевой уже с новой программой. Также у нас Астрахань. В конце февраля, по-моему, Астрахань. Ну и также у нас осенью Санкт-Петербург. БКЗ «Октябрьский». И я думаю, еще будет множество концертов. К сожалению, весной слетела Прибалтика. Такое прекрасное музыкальное не только поздравление. Вы можете заказать для своих любимок на платформе «Привет». Ладно, ребяточки, огромное спасибо за внимание. Андрюха Королеву.ру показал вам очередные поступления в нашу коллекцию. На днях будут обновления в Королеву шопах, где я выложу кое-какие материалы. Вы сможете посмотреть что-то, что, почем там. А также у нас впереди тоже кое-какие планы касаемо альбому «Желтые тюльпаны», хочу сказать. Пока не буду ничего говорить, потому что это моя больная тема. Но я ее никак не отпускаю. Потому что пока я живой, пока я не умер от ковида, я должен это сделать. Я мечтал все время выпустить альбом Наташи Королевой. В общем-то, мечта сбылась. Альбом вышел, он стал официальным. Он висит в дискографии Наташи Королевой. Альбом «20-21» у меня остался. Вот такой вот красавчик. Альбом Наташи Королевой «20-21». Это в слепкейсе. Такой вот он шикарный получился. В планах, да, еще кое-что сделать. Но это пока в планах. Пока еще как бы не до этого. Куча других дел. Также напоминаю, вы можете заказать поздравляшки от Наташки. Все это работает. Работаем мы с сайтом «Привет.ру». Цена там дороже. Там проценты, сами понимаете. Процент накидывает сам сайт для себя. Следовательно, вы можете напрямую мне написать на WhatsApp. И мы с вами договоримся. Если вы адекватные люди, то без проблем за 5 кассарей мы можем вам сделать поздравляшку от Наташки через Андрюха Королева.ру. Огромнейшее спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья. До новых встреч. Андрюха Королева.ру был в эфире. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok